Добрый день! Наталья Рогозина Непобедимая российская спортсменка-боксер Двукратная чемпионка мира Двукратная чемпионка Европы Чье имя занесено в книгу рекордов Гиннеса За спортивную карьеру она провела 22 боя И все они завершились для Натальи победой Можно идти так, чтобы не было вообще ни малейших шансов В какой-то момент у Рогозиной не осталось соперниц Ни за какие деньги они не соглашались выходить на ринг Против русской кувалды Именно так Наталью прозвали фанаты Спустя время, именно благодаря боксу, Наталья сумела воплотить в жизнь свою заветную мечту Стать моделью и актрисой Наталья Рогозина родилась в Карагандинской области В городке Абай прошли ее детские года Отец Натальи русский, а мать татарка Кроме нее в семье подрастали еще три девочки и мальчик Первой детской мечтой Натальи было летать на самолетах в красивой форме стюардессы Но она передумала после первого полета Наталья испытала невероятный страх Стюардессы больше метр семьдесят шесть не берут Потом Рогозина, от природы высокая и стройная, решила стать моделью Но и тут не сложилось Тогда Наталья занялась спортом, выбрав легкую атлетику И преуспела В беге на средние дистанции она сумела стать чемпионкой Казахстана и Азии В 1993 году, когда ей исполнилось 17 лет Ее спортивная биография круто изменилась Наталья переехала в Нижний Тагил Откуда были родом ее родители Здесь Наталья записалась в секцию кикбоксинга Первое время худенькую блондинку выдворяли из зала Но она не сдавалась и продолжала наращивать мастерство Наталья за год подросла на пять сантиметров И сегодня рост Рогозиной составляет 183 сантиметра При весе 72 килограмма Первая победа Натальи Рогозиной в кикбоксинге Датируется также 1993 годом Перспективную 17-летнюю спортсменку во время боя Увидел известный спортивный менеджер из столицы Который пригласил Рогозину в Москву В столице Наталья продемонстрировала немалые успехи И через три года в 1998-м уже обладала званием заслуженного мастера спорта по кикбоксингу На то время Рогозина была первой обладательницей подобного звания в России В 1999-м спортсменка попробовала себя в других видах спорта Она перешла в любительский бокс На протяжении нескольких лет Наталья Рогозина дважды становилась чемпионкой мира в этом виде спорта Более того, она сумела завоевать золото на первенстве Европы Возвратившись в Россию с Кубком мира Я зарабатывала потом, руками, головой Это мой труд За время боксерской карьеры Рогозина ни разу не потерпела поражение У Натальи ни разу не было травмировано лицо Чего так боялась ее мама Лишь однажды спортсменка получила перелом руки На ее счету победы над такими известными соперницами Как Кива Вестон и Лора Рэмси В 2008-м Наталья Рогозина появилась на экране в качестве актрисы Она снялась в художественном фильме о спорте «Белая медведица», блестяще сыграв главную роль При том, что Наталья занимается таким неизящным видом спорта Фанаты отмечают, что она выглядит очень женственно Наталью Рогозину любят приглашать модельные агентства И мужские глянцевые издания Для последних спортсменка снялась в купальнике Утверждая, что таким образом популяризирует бокс Наталья стала законодательницей моды в женском боксе Она первая начала появляться на ринге в Мантии Украшенной множеством белоснежных перьев Во время спортивной карьеры она познакомилась с будущим супругом Михаилом Михаил тоже увлекался боевыми искусствами И даже оказался мастером спорта по рукопашному бою После свадьбы и рождения сына Ивана брак затрещал по швам Наталья не раз рассказывала, что очень часто дралась с Михаилом В конечном счете она мечтала вернуться в большой спорт Для этого она сбросила 17 килограмм, которые набрала после родов Сегодня бокс для спортсменки не главное Она возглавляет хоккейную женскую лигу и регулярно выходит на лед В том числе во время игр ночной лиги Идут люди из бокса именно в хоккей почему-то Валой, ну пусть хоккей с мячом Николай Валов, это мой брат, он в хоккее с мячом увлекается, помогает Почему бы и нет Что привлекает людей из бокса в хоккей? Наверное, это все другое, я еще раз повторюсь Что бокс это индивидуальная программа А хоккей это командная программа И тут все равно интересный, тут командный дух, тут все по-другому То есть бокс там настроился, да, сам за себя А тут команда на все успевать И пас дать, и клониться там с шайбой, да, с крышкой уйти от соперника Но все другое, интересен намного Но я получаю огромное удовольствие, правда Помимо спорта, Рогозина вот уже не первый год участвует в съемках телепроекта «Удивительные люди» в качестве эксперта Посмотрите другие видео на нашем канале Также скоро выйдут новые ролики Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий Просто сейчас ММА развивается очень широко И вот и женщины в том числе там участвуют Я за них рада, но я туда не пойду Хотя мой друг Федор Емельянек сказал Наташа, ты можешь везде себя проявить, показать и выиграть Потому что есть способности, есть данные Главное, чтобы было желание А желания туда пока нет Не обидно, что просто упустили этот момент Если бы она началась в лет 10 раньше, то вы по глядам поучаствовать Нет, нет, я, знаете, вот все-таки судьба есть, да Звезд так встали, я должна быть вот сегодня в хоккее Понимаете, да, чем говорить? Но не жалеете, что все-таки карьеру связали с единоворствами? Нет, я не жалею, я знаете, я не жалею ни о чем И могу сказать следующее, что я бокс оставила для себя на втором плане Потому что это моя жизнь, и от нее никуда не уйдешь Все равно тянет там баками помахать Вот, а на льду не помашь баками, там тяжело на коньках А не рано вы ушли из бокса до такого? Да нет, все-таки вы ушли непобежденные Нет, самое главное, я ушла вовремя Самое главное, уйти вовремя и красиво И непобежденной Вот, это я Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!